всем привет ребят всем здрасте сегодня у нас очередной выпуск карьеры за липциг сыграем с вами не три матча как обычно два матча почему так да потому что у нас третий матч против баварии а я бы хотел показать побольше моментов матча с баварией да и матча с циска тоже хочется побольше показать моментов вот поэтому будет два матча следующий выпуск вообще напишите в комментарии как бы вы хотели матч с баварией либо отдельным роликом либо в следующем выпуске также двумя матчами будет матч против баварии в чемпионате и против фрайбурга чемпионате напишите обязательно как как лучше сделать либо целиковый матч баварии выпустить либо также два матча там немного нарезки но побольше моментов показать в матче с баварией а на сегодня у нас цска на выезде принципиальнейший для меня соперник лично для меня да да и для многих из вас вот и в плане турнира на таблице после пяти туров группового турнира лиги европы мы с иска делим одинаково очков набрали делим первое второе место и естественно нужно побеждать но по моему нас даже ничья устраивать но нужно выигрывать и выездная игра будет против минхи гладбасской боруссии серьезно немецкий клуб серьезный сильный немецкий клуб с которым будет не так-то просто а мы гонимся за баварией хотя отрыв уже у баварии от нас 7 очков составляет нужно побеждать и показывать хороший красивый футбол ставьте лайки или дизлайки кому как понравилось пишите комментарии что вы думаете по поводу тех матчей которые мы сегодня сыграем что вы думаете по поводу матча с баварией какие лучше сделать какие лучше записать приятного просмотра всем ребят поехали так ребят первый матч на сегодня у нас против цска на выезде по составу воротах гуляш справа в защите монтель центре муки или иконатес слева сарачи в опорной зоне тоннале центре полузащиты камп или джетсон справа в нападении забиться слева в нападении форсберг и центральный нападающий тима бернер все поехали москва стадион веб-арена где-то там вот подванивает знаешь конюшнями где-то такое есть запах не неприятный когда выходишь по трибунного помещения но ничего страшного ничего страшного осуждаю конечно что поехали мы играем в атаку цска садится в защиту естественно они побаиваются побаиваться эти пацаны рб лепцига с капитанская повязка у нас эмиль форсберг вели орбан на этот матч не вышел вели орбан немного уставший муки лес отлично был формой ни хрена себе федя чалов а я то думаю почему его стас черчесов не вызывает сборную вы видели этот перевод вообще б конечно я против того что черчесов не вызывает начала сборную ну да ладно циска контролирует пять минут контролирует мяч пока не до чего хорошего это не дошло ну вот опасная атака циска здорово гуляш на выходе но там принципе у помекана контролировал этот момент блять чалов там споткнулся об гуляша тоннале кампель можно направо хорошо мудель снова кампель кампель пяточками своими мудель успевает верно ру полы там падает уже знаешь как шур треки бокам вот это вот катаются глянь вернор там уже бля то быстрее показывать на уже паре повернул все таки пробил и справляется с этим ударом вратарь то не стоит помазу не любит это помазу ну можно целую авоську накидывать форсберг на подачу главого хорошо могло бы быть джетсон пробьет джетсон удар накрывает накрывает стадо защитников табун табун коней накрывает этот удар поджимать и пацаны поджимать и они реально нас боятся не вот реально боятся эту машину из лифцига но блять идут в атаку хорошая передача на фидю чалова федя успевать первый ключ и бьет гуляш справляется красава гуляш вот тебе первый опасный момент и циска создал у наших ворот форсберг сарачий сарачина вернора вернор своими пяточками сна забиться раз дальше наверно раударь иди сюда хорош хорош блять вот и разыграли а красавцы и когда вернор давал пятка на забит сыра ну я думаю все как обычно вот это вот соболевская пятка блять не до хорошего не доводит но забиться успел к мячу отдал обратно на вернора и тима вернора открывает счет в этом матче наконец-то мы им забили блять дома нихера не могли забить а тут на визе иди сюда хорош хорош сарачи смотри наверно равернар пяточкой на забиться разобиться обратно на тима и тима спокойно забивает даже не по штангу куда-то чуть-чуть правее от центра ворот пробил и сделал счет 1 0 но мы на этом не будем останавливаться мы будем стараться дальше 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 прессинговать дальше атаковать и дальше забивать мультель мультель красавчик вот буре здорово забиться дольше на кампле кмпль на вернора проходит передача вернор на удар на белок ну блять тут скорее во вратаря пробил они вратарь потащил по мазун справляется с ударом вернера будет угловой эмиль форсберг на подаче за бицер нет это кампуль набегает не получилось выиграть джейсон для джейсон ты чё сука камполь не не успел не успел отобрать мяч опасная может быть атака у циска вот здесь камполь успевает отобрать и и убегает липциг контратаку вернер забиться забиться с мячом на форсберга пройдет проходит не проходит но эмиль отбирает мяч катит на вид что ты сука гребаный ты шорт трекист блять тогда падал там что-то ну все-таки смог пробить а сейчас лучше 5 форсбергом сам ударил пацаны нахрена я вот это вот выделывался блять форсберг здорово сыграл в отборе здорово вошел штрафную ну бей блять братан нахрен ты наверно ракать и чайника с мячом от циска переводит на и пошку запомните как фильме так сейчас атака пройдет пол полил там камполь но судья дал доиграть момент и мы пошли в контратаку пошли не пошли судья свистит это я про и пошку вспомнил помните фильм такси когда там это заводили машину ниндзя и пошка ниндзя и пошка вот это вот ниндзя и пошка стартом составе у циска у циска один был удар и один створ но владения мечом 57 процентов у нас 4 удара 4 створ и мы реально могли забить не один а ну два три это точно ну может быть не три но 22 это вот точно когда форсберг до выбегал но плюс еще верно был хороший момент когда помазун потащил даже два момента да ладно 2 там пацаны второй тайм мы начинаем с центра поля мунте эль можно через компли отлично комплина джетсона сарачи форсберг форсберг на тима вернера верно разворачивается отдадут пробить тут пролетел мимо меча ютвы и налива тима вернер форсберг а если на забит сыра попробовать и блять опасно могло быть если бы прошла передачка 58 минута матча пока ничего интересного втором тайме не происходит канале джетсон на забит сырая ошибается передачи джетсон канаты сарачи айсена кампля хорош джетсон бой какой джетсон на хрен это тонали мантель здорово наверно раз снова там игрок цска справляется но мяч остается у нас забиться сразу они тут ну да все толпой всем своим табуном блять вылетают на наших игроков джетсона если пробить удар джетсона поворотом не попадает к сожалению створ ворот с и скаут плотно они мы только чуток штрафной подходим кого-то по сразу два-три коня блять вы выскакивает и начинает копытами бить компль мантель 65 минута уже нужно думать о заменках кампль с мячом на форсберга проходит проходит и имей пробьет ай блять рядышком удар получился таким вот блять он слабый получился но если бы попал под штангу я думаю был бы гол помазун все-таки в воротах так ребят сделали мы три замены вместо тонали тонали очень устал выходит ил санкер в опорной зоне слева в нападении джастин клювер заменил эмиля форсберга и патрик шик выходит центре нападения вместо тима вернера не особо получается хоть вернер и забил у нас сегодня да но все равно не особо много потерь каких-то было не особо короче идет игра у вернера хоть он и забил гол попробуем шика мантель кампль на шика шик на клюверта не прошла передача классно могло классно могло быть это очень хорошо смотрелось снова шик с мячом ухо что там произошло блять там чё-то кто-то из игроков цска раком стал я не знаю но рановато еще ребят хотя 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 нормально да хотя на одну палочку заслужили извиняюсь вообще извиняюсь за такие выражения нормально здорово победили 1 0 на выезде обыграли цска благодаря голу тима вернера принципе цискал наших ворот ничего не создал лугана обыграла а лугана нихрена себе обыгрывает гента они все матчи до этого проиграли все разгромно по турнирной таблице давайте я покажу сейчас все группы все турнирные таблицы в каждой группе у липцига 14 очков 4 победы 2 ничьих ни одного поражения 11 голов забили 2 пропустили плюс 9 циска 2 11 ген 3 5 и лугана 3 очка группа h валенсия 11 очков обердин 9 и станбул и страсбур не вышли группа и наверное и ну и дачу и мюнхегладбах 15 очков улых м там 12 аеке люцерн на вылет ну принципе так и должно было все быть группа джей манчестер юнайты 14 3 овис 7 бешекта 6 и утрих 5 тут конечно ну скорее всего бешекта же должен был второе место занимать ну поздравляем португальца выходят плей-офф группа к лацио 1 13 лиль 2 10 стандарт митюлан домой группа л напали 18 все победы все победы еще 12 забили ни одного не пропустили вообще красавцы но тут принципе и соперники испанел со второго места бронби и генг пахатка спартак поздравляю ребят поздравляю спартак занял второе место группе а первое место боруссия второе место спартак споркин и келмар келмар ног нахрен спорта красавцы 13 очков 4 победы 1 ничья одно поражение 9 забили 5 пропустили достойно очень даже достойно фейнор цивили в группе b заняли первое второе место и и не мало те аспор и витария геморрайш на выход тарина сент этин группе c заняли первое второе место antwerpen и эсберг на выход а за и краснодар поздравляю поздравляю болельщиков краснодара краснодар выходит со втором и 100 второго места плей-офф киевская динамо к сожалению не смогли выйти и в идеале конечно здесь было бы краснодаре динамо чтобы вышли из этой группы ну вот так ну и ту на 1 очко там вообще ну их нахрен группе и рома и рэн первые два места паук и альбарк это по-моему до вылетают everton и хардс первые два места в группе f хитафи трапзан спор хардс блять каким образом вообще смог смог хардс обойти хитафи трапзан спор непонятно но это случилось и хардс молодцы конечно вышли плей-офф итак ребята на следующий матч против мюнхегладбасской боруссии большие изменения в составе воротах бога справа защите клостерман центре ампаду и помикана слева холстенберг с капитанской повязкой в опорной зоне дыме центре полузащиты ламмер инкунку справа в нападении лукман слева в нападение джастин клюверт и в центре нападения тима вернер принципе в каждого из этих игроков я верю и мы таким составом должны разрывать боруссию мюнхегладбах ну как разрывать хочется победить ну посмотрим как получится не знаю итак ребят мюнхегладбах стадион боруссия парк отличное название не не такое как union берлин кто смотрел прошлый выпуске в курсе до болельщики наши болельщики вот он вот а наш сектор хорош приехали поддержать свою любимую команду стартовый свисток прозвучал погнали пацаны боруссия играет в защиту вот блять ну 90 наверно процентов матчей лифцига приходится на соперника которые играют против нас от обороны сразу же проводят ну так себе конечно была атака ну бога справился с этой подачей на кунку клюверт джастин тут что-то возится возится дальше нам кунку налево кунку обратно на клюверта клюверт пробьет поворотом справляется вратарь удар был слабый но точный дыме кунку на снова клюверт клюверт на удар на позицию дарья 5 вратарь тащита ты задолбал клюверт уже за 8 минут мог два гола забить 8 минут всего сыграли два отличных момента было у джастина клюверта лайнер лукман лукмана тима вернера вернер отыгрывается через кого-то там кунку не получается передача холсенберг дальше на джастина клюверта ливер держит мяч можно отворот дать на дыме отлично клостерман пробьет удар клостерман а перекладина нихера себе клостерман сливой ноги умеет бить холсенберг на клюверта вот это начало ребят вот это мы рвем вообще разрываем для одну кунку лаймер только голы не забиваем блять в отборе в отборе сыграть не дать им контру бежать здорово нет не здорово блять дыме вроде отобрал но нихрена не получилось холсенберг лукман обратно на лаймера возможно было это зря сделано клостерман лаймер дальше на клостермана клостерман уже штрафной поддача не смог там тима вернер дотянуться до мяча контратак убегает баруси это самое обидное когда ты блять давишь 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 и какая-нибудь контратака заканчивается голом твоего рота но баруси я не смогла этого сделать 40 минут сыграли были хорошие моменты у клюверта клостерман перекладину попал принципе мы владеем игрой владеем мячом у нас преимущество но до гола пока еще дело не дошло лайнер номер снова ошибается передача ой 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 выход 11 бога бога красавец ты смотри какой подклад это вообще не знаю это блять сука молочи на молочи нам бога сейчас вот самое обидное про что я говорил могло быть когда ты атакуешь весь матч но не весь матч до больше колеса времени и какая-то какой-нибудь забросе какая-нибудь контратака которая может привести голов твоего рота нам вонга красавицу молочи на общий блять наш черненький бонга смугленький 62 процента владением чем три удара один створ но эти три удара были нами сделаны в первые 15 минут матча баруси я ни одного удара не на не нанесла но имела выход один на один с которым великолепно справился бога второй там надо надо забивать пацаны надо естественно забивать постерман номер кунку хорошо вернор на клюверта клюверт 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 1 0 хорош джасин клеверт вот сказал надо забивать развили мяч что ю твою блять поди вар посмотри ты уверен рэв братан пойди посмотри вар там по моему все четко было блять а хири да у него там рука блять залезла рука сутки блять без комментариев охрененно провели атаку охрененно сыграли в постам разыграли все четко но гол нам не засчитывает еще раз верно еще раз на клюверта еще раз клюверт забивает год подожди не буду радоваться а ну-ка а чё там судя нормально нормально и на силу иди сюда блять на 47 забили не засчитали гол клюверта на 49 блять иди сюда джасин клеверт красавчик красавчик один не засчитали мы следующие атаки проводим примерно похожую такую же атаку и забиваем был снова верно дает на клюверта ливер забивает как и должно было быть две минуты ранее если бы не какой-то там сомнительный а в сайт можно направо отдать на лукмана здорово отдала мир здорово лукман набирай братан лукман дальше на ламера вернор не проходит передача ламера на тима вернора мяч остается у нас рожь лукман лукман ударит блять не ударил шутом твой что творится блять вернор что творится я не знаю на весь повтор покажут смотри раз вы нас мяча поджог ника на хрен мячиком своему же тут ошибаются вернор блять как можно оттуда не попасть как тима сейчас делает 20 не дай бог они сравняют блять счет подача вы нас а что было что было ты чё прикалывайся блять рэп мой блять пиздец охереть сколько занесли перерыве или на карточку по ходу матча перевели блять здорово костерман он даже ногой там выбил мяч лукман 66 минута матча уже пора подумать над заменками пока мы в контратаке клостерман передача нанкуку куку теряет мяч на куку мяч сейчас идет вают мы пока сделаем заменки так ребят сделал я три замены вместо уставшего лукмана выходит матеус кунья слева вместо клюверта выходит форсберг ливер тоже устал и очень у нас сильно устал клостерман вместо него выйдет джетсон который справа может играть играет на 75 и ну принципе это нормально джетсон блять вот те джетсон и справа потерял своего игрока подача вот это дал холстенберг вы видели боковыми ножницами выбил мяч красотища молочи на ампаду здорово в отборе куня на вернера вернер забросик на форсберга и мили обрабатывать мяч удар блять вратарь тащит это классно было тому же было конечно нанкуку покатить ну блин здорово сделал тима вернер заброс форсберг вышел на ударную но вратарь справился с этим ударом лаймер куня отобрали мяч у куни но мяч вылетает в аут и что ночь а что было я опять фалил или на мне фалили я не знаю что за что за приколы что за приколы блять 6 84 минута матча ампаду выигрывает вверх здорово мяч остается оба руси как-то мы немного подросла не ну не то что расслабились мы ёб твою налива для мы не то что расслабились мы просто как-то свой натиск по уменьшили до борусь я стала больше владеть мечом правила вторую блять вторую провела атаку нормальную и все-таки сейчас забили бы возможно зря бога выбежал из ворот возможно зря тут упустил ампаду там тусовался хрен по миг гибли и борусь я к сожалению сравнивает счет в том матче в котором ну мы должны были разрывать вспомните моменты для первого тайма вспомните незасчитанный первый гол наш да мы сразу забили потом клювер то вспомните момент когда вернер блять из трех метров не попал ворота 4 минуты судья добавил за четыре минуты можно что-то придумать кунья форсберг на лаймера лаймер удар поворотами вратарь блять он задолбал тащи сумка то форсберг пробил то клювер первом тайме он тащит и тащит тащит и тащит блять здорово ламер тут под левую удар и блять кончиками своих пальцев наверно ногти не подстриг и достал сука ими асенберг на подачу главого ротарь играет на выходе снова холстенберг куку вернер не дали пробить ему верну пиздец и судья свистит финальный свисток пацаны но это жесть это полная хрень блять которая наш победный матч которую мы должны были выигрывать блять мы обсираемся играем 11 ну реально сколько вратарь потащил сколько сами там фу блять и он нахрен но обидно обидно и такие игры когда блять соперник нихера не делает у твоих ворот вратарь блять тащит их вратарь они имели два момента один раз в бога успел выскочить 11 тогда этот в подкате сыграть второй выход забивает был у нас блять куча миллион моментов мы нихера не смогли их реализовать верно раут вспомните да не дай бог я сказал мы не выиграем блять будьте пожалуйста тима вернер блять отправляйся сука теперь я не знаю камней на огороде в тухой блять клостерман перекладину пиздец какой-то бавария 10 обыгрывает фрайбург и теперь бавария от нас уходит в отрыв на 9 очков 14 матча 14 побед у нее у нас 10 матчей 3 по 10 матча у нас 14 матчей 10 побед 3 ничьих одно поражение ростов хочет взять л санкера бля ну как своим землякам не помочь а на самом деле как не помочь своим землякам ребят ну серьезно я посмотрел сейчас как ну во-первых не помочь своим землякам до предлагают два с половиной миллиона стоимость л санкера четыре с половиной санкеру 30 лет развития никакого у него не будет давайте попросим 3 ляма дадут три миллиона я его продам в ростов то за радость только только за радость и санкер у нас игрок который очень мало матчей сыграл особо не играет и поэтому его можно продавать так ну что ребят на этом будем заканчивать обидно у меня до сих пор настроение нету ни хрена обидная ничья с баруси и бавария еще больше ушла в отрыв трендец следующем матче у нас будет игра против баварии случае победы мы приблизимся на 6 очков к ним ну нужно стараться все равно когда-нибудь бавария ошибется в принципе по сути две победы над баварией это уже минус 6 очков и где-нибудь ошибутся мы можем принципе еще есть шансы вылезти на первое место как нибудь напишите в комментариях обязательно как показать вам от баварии либо бавария фрайбург двумя матчами либо одни матча вообще бавария полный матч от полностью без всяких обрезание без обрезание как показать одним матчем либо двумя матчами всем спасибо за просмотр ставьте лайки или дизлайки кому как понравилось пишите комменты всем удачи ребят всем здоровья пока пока